Около тысячи школьников приняли участие в Дне открытых дверей. Для потенциальных абитуриентов сочинский профессиональный техникум на Донской организовал большую экскурсию. Показал современную материально-техническую базу. Школьники увидели мастерские автомобилистов, столярные сварочные цеха, где ребята мастерят своими руками и поделки, и полезные в быту предметы. Заглянули в столовую, где будущие повара показали свое мастерство. Одним словом, ближе познакомились с рабочими профессиями, которые сегодня вновь в почете. В те времена, когда все хотели становиться юристами и экономистами, закончены. И сейчас для того, чтобы обеспечить для себя достойный заработок, как-то стать в этой жизни, содержать свою семью, наверное, рабочим быть даже нужнее и важнее. В профтехникуме можно обучиться по восьми направлениям среднего профессионального образования. Это слесарь по ремонту строительных машин, столяр, кондитер, мастер по обслуживанию инженерных систем, наладчик программного обеспечения. Появилась и новая специальность – профессиональное обучение. То есть в техникуме растят будущих коллег-педагогов. А еще здесь работает ресурсный центр по энергетике. Здесь учат электромонтажников и электромонтеров. На полигоне мастера сочинских электросетей показали работу оперативно-воездной бригады. Учебное заведение более пяти лет сотрудничает с Кубанинерго. В знак признательности – благодарственное письмо от директора техникума, руководителю сочинских электросетей. Ученики, которые получают там знания, получают их с учетом практических навыков и приобретенных приемов работы в сетевом комплексе на базе полигона, который мы там построили. На данный момент на нашей базе реализуются уже три программы энергетического профиля. Мы это количество будем наращивать из года в год. Результат такого плотного сотрудничества – 35 студентов профтехникума уже успешно работают в сочинских электросетях. Ну а день открытых дверей завершился вручением школьникам памятных сувениров от партнеров техникума – компании «Легран», «Квеструм» и группы компаний «Микролана». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.